В микрорайоне Май, который находится на территории городского поселения Горки-Ленинские, жители дружные и проблемы решаются обща. Вот и сейчас они собрались, чтобы пообщаться с руководством поселения и задать свои вопросы представителю застройщика. Бытовых проблем, требующих решения, у этих людей хватает, но все они отошли на второй план перед главной напастью. Началось это где-то порядка полугода назад. Сначала это было не так часто, может быть раз в неделю. Потом случаи учащались, сейчас это каждую ночь происходит, то есть жгут пластик, жгут какой-то токсичный мусор, запах очень сильный, невозможно спать с открытыми окнами, все бастуют, у всех маленькие дети, много пожилых людей, то есть решать невозможно. Возгорание происходит на территории промышленной зоны, которая находится в непосредственной близости от жилого комплекса. Ее также арендует застройщик, но пока строительства здесь нет, сдает землю в субаренду. Май продолжается. Замечательные иллюстрации. Скоро здесь начнется строительство ЖК «Май-2». Возможно, через 4 года здесь и будет город-сад, но сейчас именно за этим красивейшим забором и сжигают отходы. Все это время жители не сидели сложа руки. Они направляли обращение в различные инстанции, в том числе и в Министерство экологии и природопользования Московской области. Откуда им пришел ответ? При рассмотрении вашего обращения установлено, что на земельном участке размещение, в том числе сжигание отходов производства и потребления, не осуществлялось. Возможно, проверяющим просто не повезло, хотя в данном случае логично говорить о невезении жителей. На многочисленных фотографиях видно, что пожары здесь пылают и днем, и ночью. Причем, по заверению граждан, горят именно токсичные отходы. Мы вешаем детские вещи, у нас два маленьких ребенка, вешаем детские вещи за окном. Окна квартиры выходят наружу, во двор, то есть еще дальше, чем от объекта. Тем не менее, по утрам бывает видно, знаете, такие мелкие кусочки пепла. Причем пепел вот как паленый, сженый изоляции. Полипропилен это или что-то, я не химик, к сожалению, не знаю. Но выглядит достаточно неприятно. Прибывший на встречу с жителями представитель застройщика заверил собравшихся, что уже направил письменную претензию субарендатору. Также подготовлен план мероприятий по прекращению складирования и сжигания отходов. Но почему только сейчас? Реагируем не только мы, но и надзорные органы. Значит, жалобы начали поступать недавно. Действительно, офис продаж здесь. Мы открыты для жалоб и пытаемся тесно взаимодействовать с жителями и отвечать на все их вопросы. То есть жалоб до последних недели не было, что ли? Были жалобы, не надо. И правда, жалобы враньё. Жалобы были письменные, устные. Обращение к застройщику было каждую неделю. На сайте застройщика жилой комплекс именуется не иначе, как город-курорт Май. Но сложившаяся ситуация мешает местным жителям почувствовать все прелести курортной жизни. Подключилась к решению проблемы и администрация горок Ленинских. Совместно с правоохранительными органами был проведён рейд территории. Да, действительно, на территории выявлено несколько очагов сжигания отходов твёрдокоммунальных строительного мусора. По результатам рейда материалы все направлены в межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области. Мы также решили лично посмотреть на территорию промышленной зоны. Правда, правоохранителей с нами не было, поэтому путь преградила бдительная охрана. Впрочем, территория за забором хорошо видна из окон домов, стоящих в непосредственной близости от импровизированной свалки. Вполне естественно, что никаких признаков пожара мы не обнаружили. А вот экологи, воспользовавшись эффектом внезапности, нарушения нашли. Организовали рейд такой, никого не предупреждая, с правоохранительными органами на транспорте, именно на машине полиции прорвались на участок. Нашли как минимум шесть площадок, где происходит сжигание отходов различных, как твёрдокоммунальных, строительных, так и обмотки от металлолома, от разборки металла. Справедливости ради надо отметить, что представитель застройщика заверил местных жителей, что проблема практически решена. А если задымление повторится, они могут звонить ему на личный телефон. Субарендаторы тоже сданы кусочки этой земли тем еще субарендаторам, которые как раз и, получается, сжигали свои отходы. С ними прекращены отношения. Жители надеются, что в ближайшее время виновные в экологических нарушениях будут найдены и наказаны. А они снова смогут дышать свежим воздухом. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.